Девчонки, всем привет! Очередное видео. В этом видео хочу вам показать кучу-кучу-кучу новинок масс-маркета, новинок также на рынке, как и у меня дома в моей коллекции. И эти новинки на самом деле интересны в том, что они копируют очень высококачественные профессиональные марки, профессиональные продукты и выпускают их по бюджетной цене на бюджетном рынке. Мне кажется, это просто гениально. Вообще, их желание соответствовать модерну и тренду, и последним тенденциям, и последним инновациям в мире косметики. Начинаю с вот этой палетки The Nudes от Maybelline, с которой я уже снимала видео, поставлю здесь линк видеообраз, когда собиралась, куда же собиралась, по-моему, на карнавал. В общем, у меня после этого видео просили подписчицы рассказать более детально об этой палетке. Что могу рассказать более детально? Цвета шикарные, комбинации цветов матовые, сатиновые, металлические, в общем, комбинации шикарные. Но что мне больше всего нравится в этой палетке, что она нейтральная по оттенкам и очень носибельная по пигментации. В плане, что это не та ненормальная пигментация, с которой трудно даже мастеру справиться, пизажисту. Это та средняя, но хорошая пигментация, с которой новичкам удобно будет наносить макияж. И они не будут пугаться от того, что она наносит большим количеством, чем они к этому готовы. В общем, очень советую для новичков. И что еще интересно в этой палетке, что я заметила уже только со временем, используя ее вновь и вновь. Кстати, сейчас она тоже у меня на глазах. Это то, что она рассчитана реально для новичков. Ее можно использовать так же, как вот всю палетку, как я это делаю. Я всегда смешиваю все, что тебе нравится. Но для вот самых-самых новичков здесь можно очень интересно разбить вот так. Или разбить по четверочкам. Вы видите, нейтральную четверочку, потом в середине теплую четверочку и потом холодную четверочку. Это получается как три такие палетки по четыре тенюшки. Очень красиво скомбинированные между собой. Это для тех, кто вообще, вы знаете, еще не знает, как комбинировать цвета, какие, с какими. Вот вам все идеально. Одна четверка, вторая третья. Еще это можно разбить по двоечке. Вот так. И если вы присмотритесь, все эти двоечки между собой очень гармонично сочетаются. Мне кажется, это просто гениально. А еще как это можно разбить? Это по три оттенка. Это вот так. Вот три, 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 три. И получается четыре палетки трио. Очень красиво между собой подобранных оттенков. В общем, мне кажется, это гениально. В общем, для новичков это самое-самое-самое то. Несмотря уже на то, что сами тени красивые, оттенки красивые, пигментация хорошая, наносится, легко растушевывается. Я только сейчас заметила на обратной стороне, что они так и показывают. Девочки, клянусь, я об этом не знала. Я это заметила уже как бы с использованием палетки по ходу. Но они так и описывают вот точно, что я сейчас описала, что можно камнировать по... Как они здесь описывают? По две, по три и по четыре, да? Какое совпадение. Далее я хочу с вами поделиться моим огромным счастьем. Я слышала у многих американских блогеров об этом продукте. Это Aftershave после бритья. Бальзам для мужчин Невея после бритья. Я слышала о том, что он сравнивается с самыми лучшими праймерами под макияж на рынке. Мне в это не верилось. Я его заказала из Америки, как я все заказываю. Не знаю, может быть, он и есть на нашем рынке. Девочки, я его испробовала, и я просто в шоке. Он лучше моего праймера от Urban Decay. Он лучше моего праймера от NARS. Он лучше моего праймера от Makeup Forever. В общем, если вы такую штучку найдете на нашем рынке, пожалуйста, обязательно покупайте. Далее, несколько бюджетных новиночек в категории пудра, тональная, снова на лето, долгостойкая, матирующая, водостойкая и все такое. Самая моя используемая и испробованная на данный момент, это вот эта вот Maybelline Super Stay 24 часа. Сейчас она тоже на мне. Наносится классно, легкое покрытие, но очень хорошо перекрывает ваши недостатки, матирующий эффект, плюс она супер долгостойкая. На ней даже написано, что она водостойкая. Это я еще не пробовала, но то, что она долгостойкая и матирующая, это факт. Тоже из серии Maybelline Super Stay, только уже Better Skin. Это была Stay 24, долгостойкая, это Better Skin. Тоже такая матирующая пудрочка. По текстуре они очень похожи, это немножко в другой упаковке, но я еще ее на себе не распробовала, поэтому сейчас затрудняюсь вам сказать разницу между этими двумя, но эту я ей активно пользуюсь. Когда распробую, в чем разница, я вам обязательно доложу. И третий очень интересный продукт, мне кажется, здесь уже L'Oréal пытается войти в категорию таких профессиональных, сложных продуктов. Это Alliance Perfect Genius. База плюс тональный крем, плюс консилер, плюс пудра. Не знаю, как я к этому отношусь. Обычно я вот такие вот все супер комбинированные продукты, я к ним скептична. Но это я несколько раз испробовала его на лице. Он плотноват, он в форме такой вязкой кремовой, ну как консилер или как тональный крем, да. Могу сказать, почему его называют, что он как консилер пойдет, потому что он супер имеет перекрывающие способности, супер хорошее покрытие, но он плотноват. Поэтому как бы вот так, на любителя. И почему пишет, что он заменяет и пудру, потому что он изначально кремовый, потом он превращается в такой пудровый финиш, и это не нуждается в теории, не нуждается в закреплении пудры. Наверное, для любителей такого всего, все вместе и супер хорошего покрытия им понравится. Только нужно аккуратно наносить тонюсеньким слоем, потому что здесь покрытие просто бешеное, и вам не нужен толстый слой. И продукт плотноват, поэтому лучше всего наносить влажным битеблендером. Но для чего он удобный продукт, это как такой на ходу иметь с собой консилер. Он даже выше покрытия, чем консилеры, которыми я пользуюсь. И удобно, что он потом засыхает в пудру, и не нужно с собой носить еще и пудру. В общем, если что, нужно там подправить какие-то прыщики раз-раз, и все. Кстати, девочки, не знаю, если вы заметили, на моих бровях сейчас хна. Я вчера покрасила брови хной. Комментируйте, не знаю, мне форма нравится, но я еще привыкаю к тому, что они намного ярче, чем у меня изначально брови. Я понимаю почему, потому что для того, чтобы эффект длился, например, 2-3 недели, мне нужно было сразу делать ярче, и потом мне сказали, что на второй, на третий день уже цвет немножко спадет, и уже как бы будет тот нормальный пигмент, который должен остаться. Но как бы для меня это что-то такое. И еще я так с опаской к этому всему. Но очень хотелось попробовать. Очередная новиночка. Это тушь Fossils Papillon Sculpt от L'Oreal. Интересная тушь. Она сейчас на мне. Вот ее эффект один слой на моих ресницах. Я просто была в шоке. Вот она, щеточка. Я небольшой фанат таких щеточек, но для тех из вас, кому нравится или нравилась тушь L'Oreal Telescopic, попробуйте обязательно, попробуйте эту. Вы не пожалеете. Очередной продукт, в котором, думаю, Maybelline стараются пародировать профессиональным брендом, и это очень даже хорошо, очень даже похвально, это они решили создать два в одном, как скульптор. Как они называются? Это Master Sculpt. Контур и хайлайтер. Я за ним только не согласна, что это не контур, и это не скульпт, это бронзер. Он теплого оттенка, он не рыжит сильно, он натурального, но теплого оттенка. Вот это то, что сейчас на мне. Покажусь поближе. Вот это бронзер и хайлайтер, которые сейчас на мне, чтобы вы видели оттенок. И я из того цвета типа, на котором все смотрится рыже, поэтому тоже это берите во внимание. Опять же, как и в остальных продуктах, что я говорила, мне это нравится. Наверное, для визажистов это был бы минус, что пигментация не на том уровне, как Urban Decay, Nars, MAC и так далее. Но, имея в виду, что этот продукт рассчитан для новичков, я только за то, чтобы пигментация была средней. Лучше бы лишний раз еще там помазюкать кистью в продукте, чем нанести пятно и потом полчаса не знать, как его растушевать и на другой раз бояться вообще трогать этот продукт.